Ёлки из овощей, металла и даже хлеба. Лучший необычный арт-объект выберут сами в Волокжане. На сайте молодежного центра «Горком-35» стартовало интернет-голосование в конкурсе «Новогодняя арт-ель». Всего же на Иловой аллее более 30 невероятных деревьев. С последними экспонатами знакомилась Юлия Савинцева. Более 100 килограммов солёного теста, две недели работы, и получилась вот такая трёхметровая сдобная ёлка. Над ней, не покладая рук, трудились два цеха Вологодского хлебокомбината – кондитерский и хлебобулочный. За основу ёлки был взят металл-каркас. Всё это облепили солёным тестом. И вот это солёное тесто, то, что облепили, потом запекли в печке. Печки у нас не больше полутора метров, поэтому мы сначала всё померили, а потом уже сделали. Сначала экспериментальную веточку сделали, а потом уже всё попробовали. Новогодние игрушки тоже из солёного теста. Здесь и снеговики, и машинки, и сердечки. Но все они несъедобные, предупреждают изготовители, потому что покрыты лаком. Необычный арт-объект стал новым участником конкурса «Новогодняя арт-ель». И пополнил волшебную аллею в Вологодской Слободе. Всего же на ней более 30 праздничных деревьев. Из дерева, металла, овощей, тканей, губок, веников и других материалов. Выбрать лучшее из них предстоит жителям города. На сайте горком35.ru стартовало голосование. Оно продлится ровно неделю до 29 числа. И поэтому сейчас у жителей города есть возможность повлиять и выбрать самую, на их взгляд, интересную, необычную, яркую, креативную команду, которая создала самую творческую, необычную арт-елочку. Оценивать работы также будет и конкурсная комиссия, в состав которой входят дизайнеры, архитекторы и творческие люди города. Итоги состязания будут подведены до конца года. А необычные елки будут окрашать Вологду вплоть до 20 января. Юлия Савинцева, Максим Тышковец, Вологды Портал.